привет всем привет всем здравствуйте все не могу удержаться никак от того чтобы не поговорить еще раз одной из моих любимейших групп и о пластинке которую как говорится я бы взял с собой на необитаемый остров среди других среди разных прочих почему не могу удержаться вроде бы и говорили мы уже с дмитрием юрьевичем об этой группе но зашел я недавно в магазин и увидел вот такой альбом концертный альбом iron butterfly до того момента как я принес домой пластинку я не слышал никогда запись этого концерта это у нас если не ошибаюсь 67 год концертный альбом вышла пластинка в 2014 вот эта старая запись запись не бог ведь какого качества но лучше чем множество бутлагов которые я слышал которые вы слышали и которые вполне всех устраивают можно сказать что это бутлок а можно сказать что это просто такая не очень тщательно отрегулированная запись во всяком случае она стерео все в порядке не все бутлаги в стерео у нас бывают black sabbath у меня такие были ужасные что невозможно а также judas priest и металлика там кошмар вообще полный здесь все кайфово слышно здорово 67 год до выпуска первого альбома еще этот концерт сыгран и надо сказать что впервые наверное я услышал как по-настоящему звучала группа iron butterfly на концертах и почему люди сходили с ума от восторга фигурально естественно нет никто не это самое не уезжал никуда с белыми халатами но откуда была такая бешеная популярность почему были подписаны хорошие контракты и недаром они были подписаны об этом чуть позже я скажу но это такой ребята лом вот здесь найдите где-нибудь может быть в интернете или где-то еще где-то еще в магазинах это очень круто просто так не знаю так так джимми хендрикс наверно так не играл с такой плотностью с такой мощью ну играл но уже позже значительно doors очень любили эту группу в частности джим моррисон который не очень любил вообще рок-музыку чужую ну правильно то есть я я читаю только свои произведения как и как сказано в одном фильме устами драматурга но вот он с большой теплотой отзывался группа играла с такими монстрами как вы дзеппелин как крим как great full dead как джейнс джоплин и много с кем еще то есть это в общем группы первого эшелона была в ту пору в конце 60-х годов и не то чтобы первого а сверх первого или даже сверх сверх первого в америке это было просто недосягаемая величина деппел очень много взяли от звучания iron butterfly также как а группы ванила фадша который я говорил как-то в одном из роликов и здесь просто ну с ума сойти половина песен на этом на этом концерте исполнена тех которые вошли в альбом хэви первый альбом iron butterfly вот он прекрасный 68 год если я не ошибаюсь я года вообще уже давно путаю это не очень важно для меня лично ну примерно там 60 и 70 и ладно но это да это 68 а это 67 как я уже говорил а половина песен здесь не вошедших ни в какие альбомы и они такие просто если взять там gloomy day to remember предпоследняя песня на первой стороне какой-то такой hard rock которые в англии стали играть году в 74 наверно или там 73 откровенный причем такой яростный такой живой и такой громкий и с такой гитарой ломовой с фузом если кто любит гитару с фузом насладиться можно вот здесь просто в полный рост лил фрайт первый номер он сразу вообще погружает какой-то хард роковый хаос с гитарными импровизациями не побоюсь этого слова потому что в явно импровизация совершенно с со звуком хаммонда невероятным который потом у джона лорда мы услышим все прямо вот в копейку снята но не то чтобы снято но как вот тогда вот так вот вот так вот вот так вот с басом с басом с гитарой с барабанами вот так вот так вот можно сложить можно сложить такое здание тяжелая очень интересная плотная крепкая так и было сложено собственно говоря посвящен песня которая открывает альбом хэви вышедший годом позже соло тоже отсюда же нужно во вторая сторона вся практически вошла в альбом хэви feels of sun it's up to you бронебойная песня просто бронебойная но это нужно слушать вот эту пластинку это нечто просто умопомрачительная такая психотерическая вкладочка это красиво все в духе калифорнии конца 60-х годов но ни одна из калифорнийских групп не играла с такой тяжестью ни одна так же как и в англии никто не вставал рядом с группой крим в плане тяжелого рока которого тогда никто не играл еще по-настоящему в англии были крим в америке были iron butterfly недаром одни игра играли на одной сцене кто кого разогревал трудно сказать сейчас потому что это зависит и зависело всегда конкретного места от конкретного времени от конкретной публики от конкретного устроителя ну и от стоимости билетов на данный концерт в общем на самом деле не важно вот эти вот понятия там они разогревали ладзеппелин или там ес разогревали джет ротал это все это все достаточно условно лучше говорить играли на одной сцене кто за кем это дело другое я знаю отвлекусь на минутку я знаю очень много хороших музыкантов в частности отечественных музыкантов которые на сборных концертах когда играют там две три четыре группы предпочитают играть первыми сыграть первыми и уехать чтобы дни это не сидеть в гримёрке три часа там не не париться не пить лишний раз отыграли уехали есть и такой подход ну вот первый альбом хэри как я уже говорил который стал золотым по количеству продаж мгновенно ибо такой музыки не играли до сих пор пока не вышла эта пластинка и настолько она хороша настолько она одновременно и хардовая и мелодичная и тонкая прекрасной аранжировки клавишник дуг ингл явно с классической школой с классическим образованием с небольшим но все-таки играл все-таки знает что такое европейская классическая музыка что такое вообще фортепиано и орган из хаммондом управляется будь здоров как лучше многих но особенно это слышно конечно на концерте когда играет хаммонд дуэт с гитарой с фузом и они играют интервалами соло как как-то джудас приз 2 гитары до раскладку играют дук ингл играет одноголосая соло и одноголосая же соло в интервал играет гитара так красиво так так прекрасно и песни здесь короткие на этом альбоме так насыщенную музыкой так замечательно поет дук ингл играя на клавишах можно мы сравнить гарри брукером даже в как в как в какие-то моменты потому что он не всегда играет хард-рок такой и поет он поет очень сложные вокальные партии несколько голосов все это как как любили в америке тогда в калифорнии обязательно было многоголосие обязательно гармонии голосовые все это разлетается слетается очень красиво переплетается с вокалом все в порядке здесь то так же как из инструментальной составляющей не длинные я сказал же коротенькие песни достаточно там две с половиной три терра три с половиной минуты но тут и все тут и рифы гитарные тут и плотный хаммонд замечательные мелодии прекрасный голос дуга ингл и такой баритон очень сильный и очень точно пропевающие все достаточно сложные вещи в общем очень хороший альбом после него конечно студия вцепилась в iron butterfly после золотого альбома давайте давайте следующий но и следующий я его уже в беседе с дмитрием юрьевичем показывал вот у меня оригинальчик вот у меня переиздание ремонтированную и нагада давида пластинку которую как я уже говорил взял бы с собой даже в космос и вот здесь нет ни одной слабой песни их здесь немного их здесь всего шесть все вы знаете что сама заглавная песня и нагада давида 18 минут она на всю вторую сторону идет классическая вещь которая дала толчок и развитию так называемого прогрессивного рока потому что это наверное первая песня длины 18 минут в стиле рок сыгранная после нее можно было уже и yes играть close to the age на всю сторону и все что угодно уже так сказать прецедент был создан в америке как мы знаем прецедентное право существует прецедент был прецедент был создан все пошло вперед ну и хард-рок конечно вылился именно отсюда из этой из этой тяжелой рифовой структуры которая 18 минут продолжается и клавишное соло и гитарное соло и соло на ударных и вокал и классическое вступление сначала даем понять что мы музыканты они абы кто сыграли классическое такое европейское вступление оттуда из там 18 века и и понеслась вот это ту 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 вот это вот пентатоническая история тяжелая с фузовой гитарой все здорово и в то же время очень музыкально прозрачно и все читается замечательная вокальная партия а первая сторона она не то чтобы не уступает песни нагада давида музыкально она конечно сильнее на порядок потому что вот эти пять песен это вообще золотой фонд американского тяжелого рока most anything you want тяжелая очень гитарная опять таки чистый рок чистый рок печать ставим рок стопроцентный ставим на полочку блеск золотую закладочку вставляем сюда зато flowers and beats следующий номер это чистая красивейшая психоделическая калифорнийская вещь она тоже очень плотная она не 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 вот это не в эту дуду не вот этого нет ничего очень плотная очень роковая но прозрачная балладная психоделическая с голосовыми чудесами разнообразными с меняющейся мелодии очень классно мой мираж еще более психоделическая вещь но тоже плотняк тоже хороший не длинные песни опять-таки пять песен на одной стороне да и очень много музыки в каждой песне очень много очень тщательно все композиторский придумано фантазия прекрасная и без перегруза без без перегруза именно в плане музыкальных идей лишних наворотов нет никаких все очень логично выстроены терминейшн тяжелая штука которая похожа больше на какую-то уже такую прогрессив рок всю эту короткую довольно но но там очень много она развивается вот вам прогрессивный рок просто в самом его хорошем и человеке прогрессивный рок с человеческим лицом я вот так сказал ну и а ю хэппи с дикого запева а ю хэппи и понеслось дальше просто просто красота слушать и наслаждаться очень хорошо записано очень хорошо аранжировано все разведено никакие инструменты друг друга не закрывают не налезают все при прямо 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 все 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 и каждый каждый барабан в установке каждая тарелка бас бас невероятный басист тут играет не знаю но задал наверное задал направлении джону энд вислу и и всем тем басистам которые играют мелодические линии на бас-гитаре в отличие от просто функции басовой там как хотя функции уже вообще мало кто играл честно говоря мало кто но вот этот вот многонотный бас он здесь как раз наверное и и задал вот это вот это направление показав что бас-гитара это тоже в общем равноправный солирующий инструмент а иногда и поглавнее будет чем все остальное бас и барабаны вот это то что держит рок-группа на плаву любую если этого нет то как бы все так и начинает уже я такие банальности говорю ритм-секция конечно всегда важно но можно включить драм-машину да согласитесь и будет ритм-секция хорошая и компьютерный бас туда зафигарить а живая ритм-секция вот когда вот это вот многонотная история басовая она очень конечно склеивает и дает такая такая контрапунктная история на самом деле потому что бас играет одну историю а гитара с вокалом игры играют и поют другую совершенно это очень это очень классично и очень приятно слушать в общем iron butterfly ни на что не променяю никогда шикарнейшая группа после этих двух альбомов был еще альбом ball очень хороший который у меня нет и пластинка метаморфоза вот она у меня есть но она немножко уже в другом ключе да и не важно важно то что вот этот альбом впервые в истории стал платиновым это первый платиновый альбом в истории рок-музыки за пару месяцев было продано 4 миллиона экземпляров а на сегодняшний день продано точнее на вчерашний день продано больше 30 миллионов пластинок поэтому вот у меня оригинал который найти достаточно несложно поскольку тиражи были гигантские этого альбома и тогда и потом и сейчас все пошел пить пока